В стране продолжается голосование за великие имена России. Ямальцы выбирают, в честь кого из выдающихся соотечественников назвать аэропорт газовой столицы. В шорт-листе советский геолог Василий Подшибякин, организатор нефтяной геологии Иван Губкин и основатель города Новую Рингуя Сабита Руджев. Голосование продлится до 30 ноября. Продолжение темы в сюжете. Его называют газовой столицей России. Молодой и перспективный город. Его история началась в 75-м году прошлого века. Именно тогда, 18 августа, был зарегистрирован поселок Новую Рингой. А спустя пять лет он получил статус города окружного значения. Это время вспоминается как время не только там великих открытий, великих месторождений, но и, наверное, я не скажу, что это пафосное слово, действительно огромного подвига людей, которые выполняли геолого-разведочную работу. Именно люди – главный ресурс страны, государственный деятель, организатор нефтяной и газовой промышленности Советского Союза Сабит Руджев это знал. Вокруг себя он сплотил сильную команду единомышленников, с которой добился высоких результатов. Мне понравился этот человек. До этого мы, когда его назначили уже познакомить, что он себя представляет. Это волевой, огромнейшие силы, так сказать, этот человек. Вот его первое такое глубочайшее качество человеческое, что он смотрел на саму промышленность и знал, что промышленность – это, если приедут нормальные люди, то это все будет сделано. Но как эти люди будут дальше жить – это его огромнейшая заслуга в том, что он занимался человеком. Он не боялся внедрять новое и рисковать. При непосредственном участии Сабита Руджева к началу 80-х годов в Западной Сибири сформировалась крупнейшая в истории отечественной газовой промышленности сеть месторождений и разветвленная система магистральных газопроводов, которая обеспечила поставки голубого топлива практически во все регионы страны и на экспорт. Он мог смело отстаивать, так сказать, как говорится, свои принципиальные позиции и в ЦК, и в правительстве. И его не смущало, с кем он разговаривает, так сказать. У него было свое отношение к авторитетам, так сказать, чиновничьим. Одним из главных достижений Руджева стало освоение уренгойского месторождения. В нем он видел главную перспективу развития большого газа Тюменского севера. В сентябре 1973 года он приехал на месторождение и лично определил место для закладки будущего города. Тогда же произнес фразу, ставшую пророческой. Здесь будет построен новый город строителей и газовиков. Совет Руджев сейчас лидирует в народном голосовании. Выдающемуся деятелю в Новом Рингой установлен памятник. В городе помнят о заслугах и другого великого соотечественника, ученого-геолога Ивана Губкина. Один из основоположников и создателей нефтяной геологии обладал невероятной интуицией. Все месторождения, что он разведывал, были белыми пятнами на карте. Но он знал, в Западной Сибири есть нефть. Там много ли там нефти будет в этой Западной Сибири? И что вы думаете, сказал Губкин? Губкин сказал, ее хватит, чтобы обеспечить весь Советский Союз. Мы знаем, что это оказалось абсолютно правильным. Не только весь Советский Союз, но и в значительной степени Западную Европу. Помнят в городе и о геологе Василии Подшибякине символично, но косвенно на его судьбу повлиял именно Иван Губкин. В 50-х годах прошлого века Василий Тихонович окончил Московский нефтяной институт имени Академика Губкина. На Ямале он прошел трудовой путь от помощника-бурильщика до руководителя одного из крупнейших геолого-разведочных объединений страны. Вместе со своей командой он открыл 36 месторождений газа. Сегодня его именем названа одна из уютных улиц города. 5 августа 1997 года тогда еще мэром города, постановлением мэра города Натальи Владимировны Комаровой элементу уличной адресной сети в северной части было присвоено имя Василия Тихоновича Подшибякина. Сегодня это оживленная магистраль города. Безусловно, одна из самых красивых улиц города, на которой имеется излюбленное место горожан. Это парк «Дружба» и строятся объекты, элитные объекты жилищного строительства. Это редкий кадр, но в уренгойского аэропорта «Ягельное», который сегодня уже без преувеличения можно назвать историческим. А это здание современного аэропорта, который был открыт на смену деревянному спустя 5 лет. Сегодня отсюда летают в населенные пункты Ямала, а также в крупные города страны. В ближайшем будущем на смену ему построят современный международный аэропорт, на историю становления которого могут повлиять и ямальцы, выбрав из трех великих имен одно – Подшибякина, Губкина или Оруджева. Наталья Худяева, Служба новостей «Импульс». Служба новостей «Импульс»